И так. Расскажи, что ты пыталась. Хорошо. Сколько было отцу нашему? Тихонько. Чайку поставь, пожалуйста. Ицхаку, когда он родил Якова? Шестя. А что у нас, хоровые ответы? Спасибо большое. Другими словами. Ицхак рождает в 60 лет. Я правильно понял вас? Так точно. Скажите мне, пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста. Сколько лет от начала пророчества из 400 лет прошло к этому моменту? Ну. Ну да. Мы говорили о том, что пророчество говорит о том, что потомки твои. Значит, пророчество начинает свой отчет с рождения Ицхака. Ну, он первого потомок. Правильно я понимаю? Да. 75. Еще раз. 60 лет он родил. Но если говорится, что пророчество начинает свой отчет с рождения потомка, то это начинается с рождения Ицхака. Ицхак прожил 60 лет. То есть, другими словами, сколько прошло с этого периода? 400 лет? Ну, как же 80? 60. Ну, 60 он прожил, 60 и прошло. Все. Все просто. 60 он прожил, 60 лет и прошло. Твои потомки. Можно ли начинать отчет, когда потомки не рождаются? Еще. Точно не получается тогда начинать отчет? Ну, потомки твои, значит, должен родиться потомок, а потом начнется отчет. Я правильно понимаю текст? Да, точно. Окей. Дальше. Сколько нашему отцу Якову, когда он приходит в Египет? Я прошу прощения. Я же не с вами разговаривал. Я разговариваю с тем человеком, который считал, и у него не получилось. У вас получилось? Да. Хорошо. Сколько лет? 130. Это тоже достаточно легко нашли. Если сложить эти две цифры, мы узнаем, сколько лет прошло от момента начала пророчества к моменту прихода сынов Якова в Египет. Сколько прошло? Сколько прошло? Вот видите. С этого момента потомки Якова поселяются где? В Египте. А уходят они через 400 лет после начала пророчества. Я правильно понимаю? Сколько они были в Египте? Так что у вас не получилось? У всех остальных так получилось? Потому что они в Египте-то зашли, когда ему было не 130. Почему? Они зашли-то, а не когда ему было 37 минус 2а. Вы кого считаете? А я здесь про Иосифа слово сказал? Так они не были в Египте. Но первый-то зашел в Египет. А я что, меня интересовало, сколько первый зашел в Египет? Все понятно? Вы друг друга уже проконсультировали? Пророчество было о том, что сыновья твои будут 400 лет. В земле не свои. Дело в том, что Авраам рождает Ицхака. Ицхак живет 60 лет. И вот эти жизни 60 лет, они как раз являются тем периодом, когда начинает исполняться это пророчество. До рождения Ицхака можно все не считать, потому что идет речь о потомках. Здесь понятно? 60 лет он живет. Он рождает отца нашего Якова, который становится впоследствии Израилем. И он приходит в Египет со всей семьей, предстает перед фараоном, когда ему уже 130 лет. Значит, вот начало исполнения пророчества, которое начинается с рождения Ицхака, прошло 190 лет. Понятно? Ну, из 400 отнять 190, остается 210. Сложность возникает с подсчетом, когда идет речь о 430 годах. Сложность возникает, когда речь идет о том, что 12 глава книги Исход жестко говорит о том, что сыновья Израиля пробыли именно в Мицраим, а это слово практически всегда переводится как Египет, 430 лет. Понятно, да? Но любой удейский комментатор, он объяснит, что нет, 210. Потому что Мицраим может переводиться как чужая земля. И поэтому период 430 лет относится к странствованию в чужих землях. Авраам странствовал в своей земле. Она была ему обещана, но она не была его земной. Он странствовал не в своей земле, хотя она была ему и обещана. И 430 лет. Как я вам сказал, вам необходимо посмотреть послание Галата. Третью главу. Какой стих у нас был? 14 или 17? 14 или 17? Смотрели послание Галата? И что там написано? Не получится, исходя из этого, 215 тоже. Потому что меня будет тогда интересовать, каким событием адресовывает нас к посланию Галатам. 17. Что написано? 430. Да. Отлично, 430. Я же спросил вас, каким событием адресовывает нас послание Галатам. Он говорит, послушайте, закон, явившийся спустя 430 лет, не может чего сделать? Отменить обетование. То есть, другими словами, Авраам получил за 430 лет до исхода некое обетование. Ну, так там написано? Я говорю то, что завет на завете Христа, прежде Богом... Я говорю то, что завет на завете Христа, да, говорится о некотором завете о Христе или обетование о Христе, потому что заветов о Христе не было, было обетование о Христе. О семени. Обетование о семени было? Оно было получено за 430 лет до появления захода. И дело в том, что, читая закон, извините, читая завет о Христе, вы корреспондировали это, извините меня, с 15 главой, а там завет о земле был, а не о Христе. Справедливо вы тогда поступили, если речь идет о завете о Христе, корреспондировать его с заветом о земле. Неправильно. Конечно, неправильно. Откройте-ка Деяние, 7-ю, 6-й стих. Отлично. Что там написано? Будет по большому. Участение 4-й стих. Седьмая глава Деяния. И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле. Нет, мне не это интересно. Тогда он вышел из земли халудейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в всю землю, в которой... Тогда начинаем сначала с первого стиха. Тогда сказал первосвященник, так ли это? Но он сказал, мужи, братья, и обиды, и послушайте. Бог славный явился в халудейской и поселился в Харане. Прежде переселения его в Харане. И сказал ему, выйди из земли твоей, иди из вас, иди из дома, и пойди сделай, которое я покажу тебе. Тогда он вышел из земли халудейской и поселился в Харане. Все, спасибо. Где Бог является ему и дает обетование семени? Прежде переселения его. Где он был? Ур... Ур... Ур халдейский. Ур халдейский. Ур каздим. Все понятно? То есть, это обетование было дано, когда отцу нашему Абраму было 70 лет, и он жил в Уре. А через 30 лет начинается отчет вот того, о чем мы говорили, и идут года 400. Понятно, о чем идет? 430 относится к выходу из Ура, а 400 относится к рождению Ицхака. Ну, это вам так захотелось, да? Если так было считать, это было бы еще 25. А почему у меня получилось 210? Если так считать, я не знаю как. Я же не знаю как вы считали. Я вот так вот считал. Если есть претензии к этому подсчету, скажите, где неправильно, мы посмотрим. Все получилось? Вопросы? Непонятно. Окей. Давайте мне этот самый, как его зовут? Тряпчик. А, отлично. Происходит некоторая путаница. Она происходит вот из-за чего. Людям свойственно менять свой возраст. Так получилось, извините. Ему было 70 лет, отцу нашему Аврааму, когда он был в городе под названием Урхазди. Вы впрямую этого не увидите. В Писании нужно подсчет делать. Писание дает стучную дату 75 лет. Извините, судя по 12 главе книги «Бытие», ему ровно 75, а не 76. А вы перепутали с цифрой 86. Ижал. 86. Но не 75. Постужите. 12 главу откройте. Боится у вас. Аврааму было 75 лет, когда он покинулся. А должно быть 76. А должно быть 76. Извините, но было 75. Странно. Плюс-минус один год мы не можем ну как бы точно говорить. Ну, ребята, ну, это есть определенная погрешность. Когда говорится год, говорится, ну, в общем-то, если пройдет 10 месяцев, говорится год, 12 месяцев, говорится тоже год, 13 месяцев, год. Ну, это цифра приблизительная. То есть, мы же не знаем, сколько ему было месяцев, когда он, ну, вышел 70 лет и 5 месяцев или 3 месяца или 2 месяца. Мы же не знаем, правда? То есть, ну, понятно, что плюс-минус год это абсолютно нормальная погрешность таких расчетов. Да, 86 лет это другое событие. Город называется как? Это 70. Харан! Харан! 86 лет это что у нас? нас оно интересует? А это отключение от декорания от декорания? Аааа! Дело в том, не, не надо горячиться. Мы же не играем в игру «Угадай мелодию». Это 17-я голова Завета Бабызани. Когда ему было приблизительно 85-86 лет, это был Завет после которого рождается Измаил. Измаил рождается после Завета о Земле. Дальше у нас следующая дата. рождение Ицхака и начало отчета. А этот весь период у нас получается Ну да. Сложилась картинка? Все понятно? Гала там 3-я глава Корреспондирует нас с получением обетования о семени, которое он получает где? За 430 лет до исхода. Все? Точно уже все? Все уже все-все? Кто может все объяснить? Ладно, еще раз спрошу. Кто может все объяснить? Ну вот это вот все объяснить? Откуда 400, откуда 430, откуда 210? Кто может все объяснить? Смелей. Я приз дам. Ну значит ты можешь, да? Хорошо. Если кто-то не понял, понятно кому подходить. вот это приз будет объяснять. Это как приз. Когда будет объяснять, поймет еще самое лучшее. Понятно, да? Понятно? Кому подходить уже понятно? Ну все. Второе, какое у нас домашнее задание было? да? Ну не угадал, дальше. Дальше. Ответ. Еще кто у нас был продвинут в этом плане и сделал домашнее задание? почему народов было 70? Откуда? Я это все взял. Я не могу. Вы сейчас решили это сказать? То, что написано там, в 46-й Бариши это Бариши? Ну прочтите, что написано в 46-й Бариши. Пока мне номер ничего не говорит. Пока тот номер, который вы называете, говорит, что вы неправильно называете. Прочтите, может, я ошибаюсь. останется что не осталось восемь. будет, Нет, не катит. Нет, не катит. Нет, не катит. Нет, не катит. Никто не пробовал пользоваться симфонией? Нет, не катит. Никто не пробовал пользоваться симфонией? А вы помните, что я говорил? Когда Всевышний давал уделы народам, он давал их, каким образом? По числу сынов Израиля. Я правильно? Я правильно говорю? Я еще раз спрашиваю, никто симфонией не пробовал пользоваться? Ну, если бы вы пользовались симфонией, вы бы, очевидно, нашли место в Таразуконе 32 глава, 8 стих. Восьмой. Восьмой. Спасибо большое. Нет, вопрос был, откуда я это взял? Не внимательно слушайте вопросы. Я же сказал, что есть такая история. Почему евреи приносят жертвы за 70 народов? За 70 народов. И откуда взялось вообще число 70? И почему всех народов 70? И почему их привязывают к числу сынов Израиля? Когда народы исчислялись, сыны Израиля были? А отца их, извините, как их звали? Яков. Да, я думал, ну. Но разделение народов, это же Вавилонская башня, извините меня. Вы сейчас про что думаете? Нет, там написано, что у одного сына 14, у другого 26, и у третьего 30, и в итоге уходит 70. Как раз и получается, что эти семьи народов и расстелились по той части, на которой существуют. Потому что ответом написано. А их было по числу сынов Израиля. Израиля. Еще раз, вам же только что привели доказательства. Вам же только что привели доказательства. Сыновей у Ноя было, у потомков Ноя сколько? 70. И после Вавилона они составили 70 народов земли. А их было 70 по числу сынов Израиля. Но дальше мы можем вступать в длинный спор. 68, 70, 72, 75. Понятно, о чем? Так вот, 32 глава, 8 стих. Второзаконник. Это в единственный момент сметил, но нельзя что сметил, просто не указано было имя. Одной из, она уже не сын. Ну, просто там, получается, написано, что был перевел и все. То есть, не указывалось его имя. Так бывает. Значит, был неважен. Понятно? Что опять, не слава богу? Принимаем на веру. Почему вы перевели? Потому что в его планах они всегда были. И даже когда он исчислял народы, а сынов Израиля еще не было, он исчислял их по числу сынов. Так, круто, я же об этом и пытался донести вчера. Что круто было. Только местописание не нашли. А это было домашним заданием. Ну, ничего, в следующий раз уточню. Я думаю, что вы запомнили уже, о чем идет речь. Итак, окей. Возвращаемся к истории исхода из Египта. И я вам обещал историю про свободу. Да, отлично. Итак, есть две свободы, как я вас вчера предупреждал. Одна называется хофиш, дрожь. Да, вторая называется дрожь. Две разные свободы. Думаю, что про первую свободу вы слышали достаточно много. Это свобода от чего-то. Это то понятие, которое очень сильно распространено. О котором мы говорим, но мы все время забываем о второй части. О свободе под названием дрожь. Она тоже свобода. Давайте сначала поразмышляем о первой части слова «свобода». Свобода от. Свобода от. И свобода от. А это, наверное, хорошее что-то. Да? Свобода от рабства. Это хорошо? Конечно. Свобода от рабства греха. Свобода от наркотиков. Свобода от алкоголя. Свобода от блуда. Свобода независимое состояние от денег. Ну, свободного финансового. Абсолютно свободного. Денег столько, что вы можете себе позволить все что хотите. Это хорошая свобода, да? Да. В общем-то, свобода – это слово, которое нами воспринимается, каким-то образом, да? Вот меня просто интересует. Ничего, если мы на личности перейдем, да? Вы свободны? Да. То есть, вы считаете, что вы абсолютно свободны? Почти. Уже почти. Вы либо свободны, либо нет. Свободны. Свободны, да? Вы свободны пить? Да. Курить? Да. Молододействовать? Да? Убивать? То есть, вы все это можете делать? Да? Нет. τίологически не поступил. Не, могу, но не делаю. Не, 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 подождите. Вы можете это делать, или не можете это делать? Делать мужу нельзя. Так, подождите, значит, вы не свободны это делать. Свобода – это когда вы можете это делать. Вы свободны это делать. Да, но будет наказание. А какая же это свобода? Это мне напоминает один хороший анекдот, когда мужика хотели выпускать из дурдома, вот, задали ему вопросы все на экзамен, что он на все ответил, и последний вопрос, ему говорят, слушай, мужик, а какая погода на улице, что там, говорит, ну как, лето. Говорит, какое же это лето, смотри, там что лежит, сугробы, ну а с ней вот такие белые хлопья идут, это что, говорит, снег. Ну, какая пора года? Говорит, лето. Говорит, так, хорошо, вот смотри, а вот люди ходят в чем? Ну, говорит, в пальто, в шапках. А что они-то ходят? Говорит, ну холодно, морозно. Говорит, ну и какая пора летом? Говорит, ну что, лето. Говорит, какое же это лето? Говорит, вот такое плохое лето. Приблизительно у нас с вами тоже такой разговор. Вы либо свободны это делать, либо нет. То есть, есть некая проблема. Есть некая проблема. То есть, мы встречаем человека, который пьет. Пьет. Встречали таких людей? Вы считаете, что он не свободен. А вы, значит, свободны. Но делать это не можете. Не хотите. А когда захотите, можете? А будете свободны потом? Понимаешь, он, значит, делает и не свободен, а вы делаете и свободны. Да. Логика железная вообще. У вас не двойные стандарты? То есть, он делает, он не свободен, а вы делаете, и вы свободны. Да, а как это так? А если наркотики будете употреблять, тоже свободны будете? Или их употреблять, если это тоновки. Не-не-не, настоящие такие, тяжелые наркотики. Я понимаю, что ничего хорошего-то нет. Но если вы сядете в систему, вы будете тоже свободны. А, вот это уже не свобода. Опять, значит, свобода. Ну, отлично. Простите, став верующими, такое впечатление, что у нас появляются какие-то двойные стандарты. Мы об одних людях судим вот так, а о себе судим совсем по-другому. То есть, они, когда так делают, они не свободны, а мы, значит, что? Свободны. Ну, это ж шизофрения. То есть, люди, которые будут, ну, со стороны вас слушать, они потом говорят... Вы же не нормальные люди. У них двойные стандарты. Они о себе думают лучше, чем о нас. Это неправильно. Это понятно? То есть, если это не свобода, то это не свобода, даже когда это вы делаете. Извините, я не знаю, что... Несмотря на то, что это вы, вот если вы так делаете, то вы тоже не свободны. Это понятно, да? Вам свобода дана просто так? Или для чего-то? Ну, а почему же вы решили, что она вам дана таким образом, что вы можете с этим делать все, что хотите, и вы свободны? Чего вы вдруг решили, что вы свободны? Я знаю, что вы так решили. Я знаю. Я знаю, что вы так решили. Потому что вы, в общем-то, любите свободу. И эта свобода, навеянная нам обществом, навеянная нам обществом, она переходит каким-то странным образом в христианство. И мы, придя в христианство, вдруг решаем, что мы свободны делать все. Еще раз, только медленно. Придя в христианство, вдруг мы решаем, что мы свободны делать все. Так, це брехня. Це брехня. Вы не свободны делать все. Скажите мне, пожалуйста, Бог освободил евреев. Его цель была их освободить. Куда? В пустыню. А именно вы, говорит, ну все, свободны. Теперь вы свободны делать все. Пустыня большая. Пустыня большая. Солнца, воды нету, в общем-то. Ну, как бы, вы же хотели свободы, получайте, кушайте ее. Или он им говорит, да, хотел, кстати, предупредить, тут закон еще есть. Да, небольшой. Сколько там? 613. Интересно, сколько в этой аудитории я буду экспериментировать? Понятно, что вы не считали? До завтра посчитайте. Ну ладно, до пятницы. Он же сказал эту цифру. В следующий раз, чтобы всем было страшно повторять. Развлекайтесь. В следующий раз будете знать, сколько их где-то. Ну ладно, я облегчу задачу. Узнайте, сколько с точки зрения иудеев только в Декологе Моисея. В Декологе Моисея заповедей. Деколог – это 10 заповедей Моисея. Узнайте, с точки зрения 613, сколько их там на самом деле. Их там не 10. Хорошо, мы договорились, что вы подсказываете, да? Я вам сейчас тоже дам задание. Только немного другое. Которое не будет сопряжено с вашей отличной памятью, а будет сопряжено с работой. По подсчету. Хотите? Нет. Не надо. Я же помню, что я говорил в этой аудитории. Вы же не проверяли? Нет. Поверили? Поверили. Запомнили? Запомнили. А теперь проверьте. Вместе с ней. Хорошо. Покажите мне источник ваших знаний потом. Не, не катит. Я просто назвал цифру. И товарищ запомнил ее. И решил поделиться своими знаниями. Теперь надо их найти. Я тогда насчитал на 2-0 еще. Вот теперь посчитайте вдвоем. Может, у вас 13 получится на двоих. Не будешь я ошибся. Я не знаю. Покажете мне где. Может быть. Отлично. У вас есть уже, короче, работа. Отличненько. Итак, он дал им что? Закон, который ограничивал, извините, их свободную волю. Закон, мы же вчера говорили, что он ограничивает. Да, ограничивает свободную волю. И нарушение данного закона приводит к определенным последствиям. Ну, мы можем рассматривать Творца через призму наказания, можем рассматривать через призму последствий. Наказание – это он что-то делает по отношению к нам. Правильно? Скажите мне, пожалуйста, вот тут у нас есть розетка. Есть? Мама с папой говорили, не сунь два пальца в розетку. Говорили? Пальцы не влазят ничего. Булавки влазят. Уже продвинутые пользуются. Гвозди, булавки. Пальцы, говорили, не сунь. А вы все равно набираетесь. Меня вот, прошу, интересовало. Это вас наказывала мама? Ток наказывал. Кто наказывал? Ток. Ток наказывал. Ток. Он вас сбил. Посбил. Да. Последствия. Последствия. Есть причина, есть следствие. Почему мы всегда обвиняем Бога в том, что он нас наказывает, не знаю. То есть, понятно. Есть причина, есть следствие. Послушайте, если вы помоете голову, выйдете на мороз, вы, наверное, скорее всего, или вас накажут. Понятно. Заболеете. Ну, окей. Это наказание или последствия? Последствия. Ну, есть причина, есть следствие. Понятно, да? Тут понятно? Да. И, в общем-то, когда вы говорите детям, не одеваться легко, а они одеваются легко. И когда в результате этого они, ну, простывают, появляются насморк, сопли, да? Это вы их наказали? Да. Действует проклятие родительского слова. О, да. Это серьезная, глубокая истина духовная. Ну, очевидно, просто, ну, вы знаете физику процесса, как это обычно происходит. И поэтому, когда она нарушается, в общем-то, происходят некоторые последствия. Итак, Бог сообщает о последствиях, которые наступают в результате нарушения его законов. Итак, вы уже, извините меня, свободны или не совсем? Не свободны. Придя в Новый Завет, придя в Новый Завет, мне просто интересно, у вас закон есть или нет? На каждой месяце разные законы? Меня интересует, есть ли закон для верующих Нового Завета? Или они уже не под законом? Так они под законом или нет? Так, закон есть или нет? Просто действие из закона уже другое. Какое? Раньше закон приводил к смерти, а сегодня? Нарушай и не умрешь! Что происходит? То есть можно, то, что вы все говорили, и ничего страшного. Я правильно понял? Там совсем плохо получилось. Но некоторые утверждают, что не страшно. Ну, у вас есть пять минут поразмышлять над эту тему. Да, на перемене, конечно, шелкаю.